Я сегодня первый раз так близко смотрю на этот дом. Он действительно производит впечатление, такое большое сооружение, выстроено для одной семьи. Для краеведа Марии Лобановой найти зацепку из прошлого – азарт. Вот уже четыре года по крупицам собирает материал про фабриканта Василия Платова. Изучает все возможные источники, отправляет запросы в архивы. Интересный наличник, возможно там нацарапанное кем-то сообщение, иногда клейма на кирпиче, иногда чугунная фурнитура на окнах. Просто свидетельство того, что здесь было в прошлом. И вот вблизи это всегда можно разглядеть, увидеть. Например, мне очень интересно, что там номер 20, а под ним круглая табличка, закрашенная. Скорее всего, это старый адрес. Опять же, интересно, если ее счистить, что там можно прочитать на этой табличке. С 30-х годов прошлого века до середины 70-х здесь учились голицынские школьники. В народе дом называли Платовской школой. Именно по этой зацепке краевед выяснил, а здесь жил Василий Ильич Платов со своей женой Акелиной Матвеевной. В семье родилось шесть детей – три мальчика и три девочки. Более того, здесь жили двое его детей. Здесь жила старшая дочка Анна, и он построил ей дом на Пролетарском проспекте 10. Дом, к сожалению, сейчас не сохранился. Но зато сохранились заброшенные деревянные здания недалеко от железнодорожной станции. Когда-то здесь располагалась артель «Точные часы». В ней делали известные на всю страну ходики. Мастерские в Голицыно появились в результате слияния шараповской артели «Точное время» и голицынской артели «Часы». Большие окна, растекловка, Т-образный план здания, входная группа сделаны из бетонных пустотелых голицынских камней. Каждая деталь продумана до мелочей. Так сложилось, что давление на Василия Ильича Платова со стороны советской власти усиливалось с каждым днем. Штамп «Бывший фабрикант» не дает нормально заведовать часовым делом. Его убирают из правления, но техническим директорам оставляют. Мы можем сделать вывод, что просто без него это производство не могло бы существовать. Потому что именно он помогал воссоздать после революции утраченную традицию производства ходиков. Я хочу отметить особенно, что если мы посмотрим на часы 20-х годов, часы, которые выпускались и артели «Точное время», и потом вот эти объединенные артели «Точные часы», мы увидим сходство именно с теми часами, которые выпускал Василий Ильич Платов до революции. То есть они по лекалам, по своим формам очень напоминают нам именно те дореволюционные, как вот довоенное качество. А еще остались дома, в которых время теперь остановилось. Они как тихие хранители событий, которые бережно ворошит краевед Мария Лобанова. Она же опасается и за сохранность здания начала прошлого века. Пока его статус – выявленный объект культурного наследия. Но он временный. Исследования Марии Лобановой о часовом промысле продолжаются. Ведь за это время столько воды утекло. А значит, еще будет новый поворот в истории голицынских ходиков.